В принципе, хотелось как бы по-другому начать чемпионат и готовились к тому, чтобы дать бой Чернигову. Но понимали, что команда усилилась, усилилась хорошими футболистами. Двое из них я хотел пригласить в Николаев, но они проехали через Николаев, поехали в Чернигов. У нас как бы есть проблема с линией обороны. У нас не играло сегодня три человека, три футболиста, которые ушли. Двое – это Цапей и Чучман. Ну, Любчак пока еще травмирован, поэтому линия обороны – это даже не атака, не средняя линия. Это та линия, которая за три недели не создается. И за три недели сложно ее как бы отработать и наладить так, чтобы она играла синхронно. И мы сегодня видели, что играл-то по большому счету. Один был еще, там старался что-то сделать. Вот, ну, взяли туда футболистов в линию обороны неплохих. Ну, нет еще сыгранности, нет взаимопонимания. Поэтому это надо пережить, перетерпеть. Я думаю, что играть-то они будут, но просто не сразу, наверное. Ну, и, чтобы выигрывать, надо забивать. Чтобы забивать, надо, чтобы было нападение. Ну, опять же, его у нас на сегодняшний момент нет. Есть Морозов и есть атакующие полузащитники. Это Берко, Саркисян. Ну, в принципе, все. Поэтому тоже есть определенные проблемы. Средняя линия хорошая, но, получается, не смогли они сегодня как-то связать линию обороны и атаки. Поэтому так получилось. Ну, по большому счету, при всем этом, что есть проблемы в обороне и в атаке, не обязательно было эту игру проигрывать. Первый гол пропустили в самом начале. Я думаю, что это была передача с фланга, которая залетела в ворота. Ну, это как бы фантастика. Ну, второй гол пропустили. Да, я думаю, что надо было встречать футболиста, который бил и забил гол. Ну, получается, что поздно пошли на него и он успел пробить. Ну, по первому тайму, как бы, мы владели инициативой, контролировали мяч. Как бы, ну, особых проблем не должно было быть у нас. Но так получилось, что где-то нам, наверное, скорее всего, не повезло. Был реальный шанс отыграться. Это Муховиков, который с трех метров бил головой, попал в вратаря. Ну, удары Берка, в принципе, неплохие, но не все получили, если не попали в створ в ворот. Вот, поэтому, как бы, где-то чуть-чуть есть такое, как невезение. Во втором тайме, ну, да, где-то, я думаю, наверное, у Чернигова было больше моментов забить. Вот, ну, не забили, да, и мы тоже. Я думаю, что, наверное, эти два гола как-то не с хорошей стороны повлияли на команду и не так летели отыгрываться, как хотелось бы и как они могут, наши футболисты. Ну, сложный период летний, потому что, особенно, когда есть кадровые проблемы, быстро за этот период сложно успеть сделать команду. И я думаю, что комплектация не закончена, должны еще к нам подъехать несколько футболистов. Ну, опять же, это те, которые или восстанавливаются после травмы, или на данный период они нигде не заиграли, но сами футболисты по себе неплохие. Ну, пока так. Мы, как бы, пригласить можем и приглашали, ну, по крайней мере, из тех, кто кого приглашали, к нам не поехали. Несколько поехали в Ровно, несколько поехали в Чернигов, в Оболонь, но не в Николаю. Да, поэтому тяжело это все переносить и неприятно, что к нам не хотят ехать и играть в нашей команде. Ну, маем то, что маем, поэтому будем исходить, учить. А почему Назаренко не пришел в международный трансфер из-за этого? То есть он пришел к нам из-за границы? В смысле, перешел к нам, а не из Горняка? Не совсем. Трансфер пошел из-за границы в Горняк, но к тому времени Горняк снялся. И он завис в воздухе, этот трансфер. Теперь надо, мы общаемся с Горняком, они должны его принять и потом сделать ему свободного агента, чтобы он мог перейти к нам. Вот из-за этого Назаренко сегодня не играл, хотя планировалось, что он будет сегодня в основном составе. Вот, ну... Санказ, а почему было не 7, а 6 игроков запасить? Ну, допустим, Гручак, Барнил, там... Ну, у нас больше нету. Больше нету, то есть это фактически, ну как, здоровые все? Да, это все здоровые, Мома отыграл с температурой, ну и там некоторые с травмами, потому что, ну, есть, как бы, определенные там травмы, болезни, и еще не все в строю. Поэтому будем набирать по ходу чемпионата и постараемся исправить. Традиционный вопрос от Николаевских на России. Помогите избирать, назвать... Помогите, кто лучший. Во всяком случае, больше всего мячом владели только Ковалев и Берко. Больше них не было в них. Я думаю, Берко. Все-таки, когда мы пропустили гол от Горняка, Горняк, ой, Горняк, Десна, Чернигов, они отошли назад и играли на контратаках. Вскрыть их было очень сложно, потому что было большая, много было игроков на маленьком пространстве, и поэтому Морозов не смог войти в игру. Ему нужен простор определенный, а так как была там большая плотность, поэтому, ну, Берко правильно сообразил и начал бить издалека. В принципе, удары получились, но где-то не залетели, поэтому, как бы, я думаю, что, ну, наверное, скорее всего.